Президент Эстонии Керсти Кальюлайт наградила 24 февраля, в День независимости Эстонии, орденом Белой Звезды 5-й степени директора Силомяевской библиотеки Эльвиру Сидорову. По ее словам, звонок из канцелярии президента был приятным сюрпризом. В это время я сидела, работала за своим рабочим столом. Удивилась, конечно, не каждый день ординаты получают. Что для вас это значит? Это вас заметили, вас оценили? Да я скажу, что не вас, а нас, потому что так редко вообще люди библиотечной профессии как-то на виду, потому что они работают спокойно, тихо, каждый день. Это в области культуры, как туда мы тоже относимся, там какие-то концерты, всплески какие-то, люди это видят. А вот каждодневную такую работу не очень заметно. Хотя сказать, что в Эстонии больше 500 библиотек только таких вот массовых, как наша. То есть каждый день тысячи людей посещают библиотеки, в том числе и нашу. Награда была присуждена Эльвире Сидоровой, директору Силамяйской библиотеки, за бесценный вклад в популяризацию эстонской литературы в городе свежих морских ветров Силамяя. Но я хочу сказать, что мы не только популяризируем эстонскую литературу. Литература бывает хорошая и плохая, и поэтому эстонская в том числе. И каким образом? Мы просто, кто изъявляет желание, мы предлагаем и показываем то, что у нас есть. Мы заказываем лучшие по отзывам критиков книги на эстонском языке, в том числе переводы на русский язык, которых не очень много, которых очень мы ценим. Предлагаем их. И потом у нас есть встречи с писателями. Конечно, это очень оживляет атмосферу, потому что люди видят писателя, как говорится, живую. Это уже привлекает к его творчеству. Надо сказать, что детские писатели у нас самые активные посетители нашей библиотеки, наши гости. И, например, такой человек, как Илона Мартсон, которая прилагает очень много сил для того, чтобы выходил в журнал «Звездочка» на русском языке. Раз в год она приезжает и всем детям, начиная со старших групп детского сада и заканчивая начальной школой, все бесплатно получают этот экземпляр. Для того, чтобы его получить и оценить, библиотекари встречаются сначала с детьми, рассказывают об этих авторах, зачитывают что-то. То есть это такая большая, каждодневная работа. Всего в библиотеке на сегодняшний день хранится более 170 тысяч всеразличных книг и печатных изданий. Каждый год библиотека обновляет свои фонды. Здесь проходят мастер-классы, компьютерные курсы для пожилых и много всего интересного. Почему вы выбрали для себя профессию именно библиотекарь? Ну, как сказать, она, наверное, меня выбрала, потому что сначала я, не знаю, по молодости, глупости поступала в технический вуз. И, к счастью, не прошла по конкурсу. Я потому что не представляю себе, какой же я была бы инженер. И попала в библиотеку где-то в 18-19 лет. Ну и так и осталась. И я работаю, страшно сказать, с прошлого столетия. И поэтому опыт большой. И хочу сказать, что мои коллеги это большая поддержка, потому что без коллег, ну что полководец без войска? Ничего. Так что все с ними. Команда ЕСНТВ присоединяется к поздравлениям с такой высокой наградой. Желаем удачи и успеха. Следите за последними новостями на городском сайте. Продолжение следует.